Смотрите друзья я не могу вам не показать сколько у нас в этом году ягод Вы только посмотрите я тут шебуршу кульком извините я хожу же собираю эти ягоды Сколько много друзья Просто видимо не видимо как трудно ее рвать вы знаете Ее так много но ведь она же колючая невозможно И руки сразу пачкает все посмотрите Но все равно на компот нарву Все в лесу это такие тут вдоль дороги полянки Вон она сколько ее тут боже мой Вы знаете вот сейчас еще и грибы начнутся Ой иду я иду в сарафане Я опять порвала об эту ежевику я порвала сарафан Нет здесь в сарафане делать нечего здесь надо комбинезон какой-то надевать такой чтобы проскользнуть проскользнуть и не зацепиться Вот она где-то крупная где-то помельче Но ее очень много в этом году и вы знаете она сладкая у нас дождей практически не было Снова всем здравствуйте друзья Давайте мы сегодня немного отвлечемся от моих квартирных вопросов квартирных дел И поговорим опять за жизнь Вы знаете друзья я уже вам много-много раз рассказывала о том какие бывают странные совпадения в жизни Вот только о чем-то подумаешь и вот оно тут сразу же вам и всплывает Наверное вы тоже с таким сталкивались и наверное тоже знаете что такое конечно же существует Так вот я конечно с легким сердцем с открытой душой стала показывать вам всем те квартиры Подумала что будет интересно людям посмотреть те кто никогда не был в Англии Те кто никогда может быть и не будет в Англии Посмотреть какие здесь квартиры Как здесь в общем-то люди живут средненькие такие Ну или скажем ниже среднего уровня дохода И в общем-то с великой радостью вам это все показывало И вот вы знаете опять пошел негатив Как только количество видео превышает Количество просмотров моих видео превышает На где-то 10 тысяч То начинается понимаете вот Такая, сякая, не туда, не так Хожу не так, показываю не то Все плохо, все ужасно И вот знаете что я уже была опять решила расстроиться Может быть если кто-то замечает То я практически перестала писать отклики И что-то такое взывать к благоразумию людей Ну и вы знаете что Сегодня опять утром включаю я Послушать соловья Не того соловья, который поет за окном А того, который Валерий Соловей Это есть такой профессор довольно популярный И вот понимаете Я бы конечно могла и сама своими словами все это сказать Ну какой мой тут авторитет Для многих мои слова ничего не значат Ну может быть тогда Слова профессора дадут вам повод Задуматься о многом Итак, друзья Я бы хотела, чтобы вы послушали вот это Я сегодня хотел бы с вами обсудить Два дефекта Да, это наверное лучше назвать дефектами Два дефекта нашей повседневной и интеллектуальной жизни Которые нам очень мешают этой жизнью наслаждаться И крайне затрудняют наше общение Делая его порой невыносимым Как для нас самих Так и для окружающих Люди старшего поколения Прекрасно помнят то время Когда наша страна называлась страной советов Так вот Я бы добавил к этому определение В современных условиях Россия это страна непрошенных советов И это страна оскорблений Которые подаются под видом Товарищеской и правдивой критики Что мы с вами постоянно слышим Как ты оделся? Как ты оделся? Девочки так не одеваются Что за чепуха здесь написана? Что за дурак автор, который это написал? Как можно говорить на таком плохом английском? В вашем-то возрасте Да говорить про мужчин Внуков бы постеснялись Вы снялись Да предатель! Я тебе такой добротен! Да, да, не волнуйся Поможем, поможем Интеллигент несчастный Узнаете? Не раз это слышали? Сами прибегали Подобного рода оборотом И дружеской критике Так вот На самом деле То, что мы считаем Дружеской критикой На самом деле Это грубое оскорбление И высмеивание Личности Подчеркну Личности других людей Почему мы вообще это делаем? Почему мы это говорим? Сами для себя мы это объясняем Благими намерениями Помните? Чем дорога в Атвовомощена? Благими намерениями То есть мы это делаем Мы для себя это объясняем В интересах других людей В интересах наших друзей Наших подруг Так вот Это самообман Ничего подобного Мы все это делаем Исходя из собственной Очень сильной мотивации И реализуя собственные интересы Какие же это интересы? Первый и самый важный интерес Мы таким образом Демонстрируем власть Это и власть родителей над детьми Это и власть воспитателей Учителей, преподавателей Над своими подопечными Это власть начальника Над подчиненными Это даже во влюбленной паре Один целует А другой позволяет себя целовать Там тоже есть власть Второй мотив Мы мстим Да-да Месть, ревность Это один из самых сильных мотивов Действующих в человеческой жизни Но это многожды С незапамятных времен Описывалось в великой литературе Но мы мстим не тому человеку Которому Отдаем критическую дань Мы мстим, возможно, кому-то совсем другому Мы на нем просто вымещаем Свою злость Своё раздражение Свою месть На тех, кто оказался под рукой И тех, к сожалению, очень часто Кто не способен дать отпор Но Грубая критика А это именно грубая критика Дело не в том, справедлива она или нет Она не может быть справедливой Ибо она разрушает человеческую целостность Так вот, за этой критикой Всегда следуют Непрошенные советы Тебе уже пора понять В твоём возрасте На твоём месте я бы Как у нас передача называется Немедленно снимите Да Немедленно это сними Не смей этого делать Или наоборот Немедленно сделай это И так далее И тому подобное Так вот Обратите внимание Никто от нас Этих советов Не спрашивал А мы их раздаём Обильно Добровольно Я бы сказал Мы их не просто раздаём Мы их часто навязываем Тем людям Которые В силу тех или иных обстоятельств Вынуждены нас выслушивать Такого рода советы Это грубое вмешательство В личное пространство человека И оскорбление Чувства его личного достоинства Это нарушение его идентичности Потому что очень часто Мы советуем Изменить что-то Неважно Привычки Манера одеваться Друзей Но люди воспринимают это Как вторжение Не просто в их пространство Как нарушение Целостности Самого человека А потом Мы обижаемся Когда в ответ На наши непрошенные советы Нас посылают Куда подальше Это кстати Ещё в лучшем случае И опять же Мы Когда даём советы Чем движим Мы движим И теми же самыми Мотивами Когда Начинаем Дружески Но беспощадно И грубо Как это принято в России Кого-то критиковать То же самое Демонстрация силы Власти И вымещение Раздражения Обиды Неважно на кого Важно на кого Мы это выплёскиваем Эту обиду Раздражение Следующий пункт Я думаю Что он ключевой Как вообще С этим справиться Мы часто Не понимаем Даже в чём проблема Потому что Это разлито В нашем культурном Пространстве Это считается Для России Нормой Грубое вмешательство В личную жизнь Другого человека И непрошенные советы Так вот Начинается всё С осознания С осознания Того Как Мы Себя ведём Именно мы Причём Это осознание Приходит не сразу Надо Просто принять За данность Что мы с вами Не виртуозы Космической любви Не гений Филантропии И что мы Движимы Мы Несмотря на то Что мы о себе Думаем Несмотря на то Что мы говорим И подразумеваем Благородство Своих мотивов Нет Мы движим Эгоизмом И мы реализуем Не чужие А именно Собственные Интересы Пожалуйста Запомните Это И это должно Умирить Нашу гордость Наше самомнение И нашу Очень часто Завышенную Самооценку То есть Люди В основе Своей По сути Своей Эгоистичной Надо с этим Считаться Это одна Сторона знания А вторая Сторона знания Соключается В чем В том Что Они Обладают Собственной Идентичностью Собственным Пространством И в это Пространство Нам не стоит Вмешиваться Или по крайней мере Если мы Вмешиваемся Надо понимать Где проходят Границы Этого пространства И надо Уважать Другому человеку И личность У каждого Из тех С кем мы Общаемся Есть достоинства Порой не одно Так вот Сначала Давайте укажем На то хорошее Обратите внимание Как мы с вами Любовно В кавычках Тритируем И обсасываем Недостатки И как мало Неохотно И без всякого умения Мы говорим О достоинствах Давайте поговорим О достоинствах Людей Главное Им это скажем Тех людей С которыми Мы с вами Общаемся Мы Умеем Критиковать Но мы Не умеем И не любим Действительно Не любим Говорить Хорошие вещи Если Если мы Обсуждаем Проблему Обратите внимание Обсуждать Обсуждать Чем Чем Создание Теории Относительности Назвучит Так Только две вещи Бесконечные Вселенная И человеческая Глупость Хотя Насчет Вселенной Я не уверен Вот такое Сегодня у меня Видео Для вас Друзья И Поймите Меня Правильно Я не хочу Никому Давать Никаких Советов Избави Меня Бог От этого Я просто Дала вам Информацию К размышлению А там Уже Судить Вам Кому Относится Эта информация Кому Не Относится Может быть Здесь Что-то Правда А может Быть Кто-то Здесь Узнает Себя Хотя Таких Я думаю Будет Абсолютное Меньшинство Но Друзья А я Как говорится Буду Дальше Жить Так Как Я считаю Нужным И учить Никого В каком Возрасте Куда Переезжать Как Переезжать Я думаю Я не буду Ну И хочу Еще Я тут Пояснить Что я Конечно же Всех Пригласила К диалогу И я Конечно же С открытой Душой Показывала Вам Все Квартиры И все То Что Я сейчас Смотрю Но Понимаете Начались Какие-то Странные Наезды На меня Поучения Непонятные О которых Я не просила Одно Дело Когда Вы Просто Скажете Нравится Вам Какая-то Квартира Не нравится А другое Дело Когда Мне Начинают Давать Советы Понимаете Ли Друзья Ну От себя Добавлю Советы Дает Человек Все-таки Со своей Жизненной Позиции Со своей Колокольни А каждый Имеет Свою голову На плечах И каждый Знает Как ему Лучше Поступить Ну Вот Наверное Как-то Так На сегодня Хватит Друзья Покажу Вам Ей покупки И то Что Мне Посоветовал Мартин А на этом Друзья Я с Вами Прощаюсь Всего Доброго Пока-пока Здесь месяц Очень сладкая Вон она Вон она Сколько ее Видимо Невидимо Бери Ешь Не хочу Я-то Вообще-то Пошла На разведку Думала Она еще Не созрела А видите Ну Вот она Как бы Начинает Уже Созревать На ярких Полянах А где В тенечке Там еще Не очень Но все Равно Вы знаете Я завтра Наверное Оденусь Как положено И пойду Собирать Варенье Из нее Не сваришь Но хоть Компот На жару Ой Друзья Уже Шесть Вечера Я ухожу Ухожу Она Меня Не отпускает Ее все Больше И больше Вон она Что делается Что Делается А Иван Чай Помните Показывала Вам Вот Пожалуйста Уже Уже Он Весь Зап Пушился Все Отцвел Собирать